В Керчи простились жертвами терактов колледжа. Панихида прошла на центральной площади города. Тысячи людей с цветами в руках выстроились в очереди, чтобы проводить в последний путь погибших во время нападения. Подробности в сюжете Александра Кулибабы. На центральной площади Керчи тысячи людей. Здесь прощаются с жертвами нападения в местном политехническом колледже. В слезах, цветами и траурными лентами проводить погибших в последний путь пришли друзья, родственники и те, кто стал свидетелем бойни и сумел выбраться живым. Вечера там был, как бы полегче было, но страшно, я не могу находиться в том помещении. Просто я там был, я это все видел, кровь, трупы, ну страшно. Просто я теперь боюсь, по ночам у меня снизу кошмары, я успокаиваюсь как бы, ну страшно возвращаться, мне находиться в толпе страшно. Погибших почтили минутой молчания. В последний путь провожали молитвами, их читали и православные священники, и мусульманские имамы. Просто соболезную семьям, матерям, это горе не передать и не пережить, как я сама мать. Только мои соболезнования, это конечно страшная трагедия для Керчи, для такого маленького города. Владислава Рослякова, устроившего бойню в колледже, похоронен через две недели. 17 октября он взорвал самодельную бомбу и открыл огонь по студентам и преподавателям политеха. Погибли 20 человек, около 70 ранены. Сам стрелок покончил с собой. Его тело нашли в библиотеке, рядом лежало ружье и патроны. Чтобы этого не повторялось, чтобы мы понимали детей своих, разговаривали с ними, чтобы они свои проблемы кому-то доверяли, пусть ни отцу, ни матери, но кому-то, какой-то человек, который бы им мог помочь. Если бы мы помогли вовремя, мне кажется, у него бы не было вот такого заключения. Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело со статьи о теракте на массовое убийство. Прокуратура Автономной Республики Крым также завела дело о теракте. Александр Кулебаба, ЮЭТВ